Здравствуйте! С вами портал Экзагет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы начинаем с вами новый курс. В этот раз мы поговорим не о библейских книгах, хотя к материалу из Священного Писания, конечно, время от времени мы будем обращаться. Этот наш курс хотелось бы посвятить таинству таинств. Мы поговорим с вами о божественной литургии. Закон молитвы – это закон веры, говорит нам древнехристианский текст. И действительно, лекцию за лекцией, шаг за шагом погружаясь в литургические тексты, мы увидим, насколько, во-первых, они опосредованы Священным Писанием, насколько логика литургических авторов плотно и систематически подходит к библейскому тексту и из него, во-первых, и главных, черпает свое вдохновение. Во-вторых же, мы увидим, что, собственно, в таинстве литургии раскрываются самые главные аксиомы христианской жизни, что, собственно, именно в ней и через нее Церковь реализует себя как тайна общения и любви, что, собственно, именно в дарах Евхаристии мы видим, как Христос протягивает свою руку, преподавая себя самого всякому верующему и организует свою Церковь как тело Христова и много других важных вещей. Вот всему этому будет посвящен наш с вами курс. Он будет достаточно объемным, но сегодня мы поговорим с вами, во-первых, и главных о библейских предпосылках литургии. Прежде чем говорить о конкретных местах библейского текста, наверное, нам в нескольких словах нужно проговорить основные наши определения, то, на что мы, собственно, будем ориентироваться в рамках нашего курса и, соответственно, чтобы не возвращаться к терминам в рамках каждого занятия, давайте с них начнем. Во-первых, само понятие литургия. Происходит оно от греческого «общее дело» и обозначает в рамках своего античного контекста любое общественное начинание, финансируемое какой-то группой людей. Более того, как правило, здесь имеются в виду, в том числе античными авторами, не какие-то общественные начинания формата общественно-полезных работ по строительству, например, акведука или чего-либо подобного, а, как правило, действия все-таки либо общественно в плане социально значимого деяния, либо же религиозно значимого. Ну вот предположим, что, например, какая-то группа, ну, например, античных ткачей почитает своим покровителем Аполлона. Соответственно, в день, который будет каким-то особенным образом связан с памятью этого божества, они устроят как раз в литургическом формате, да, как раз в формате вот этого общего дела и начинания ему празднование. То есть, например, это могут быть ими профинансированные игры в честь этого божества, или же, например, какие-нибудь трапезы, в рамках которых будет предлагаться то жертвенное животное, которое будет приобретено на деньги ткачей и, собственно, забито в славу этого самого бога. Сразу важная ремарка. Если мы посмотрим на раннехристианскую историю, то мы увидим, что в большинстве случаев христиане очень неохотно заимствовали тезисы, идеи и какие-то практические решения из античного религиозного обихода. Мы можем видеть это на примере того же самого храмового здания. Ведь храмостроительство – это вещь предельно разработанная в рамках той же самой античности. Храм, как правило, причем как в греко-римской религии, так, кстати, и в религии ветхозаветной – это дом божий, это некое место присутствия бога на земле. Соответственно, как правило, внутрь этого дома могут входить только его служители, то есть священники, например, внутрь иерусалимского храма, жрецы языческих культов, внутрь, например, храмов богов-олимпийцев. Весь же основной народный культ, жертвы, например, те же самые, происходят перед домом божьим. То есть во дворе, в этот двор и собираются верующие, и там, собственно, и будут осуществляться те или иные священодействия. При том, что некоторый объем этих священодействий будет простым верующим, совершенно недоступен, а будет происходить где-то там, внутри как раз самого этого дома. Нужно заметить, что христиане совершенно сразу и четко дистанцируются от подобной храмовой логики. Собственно, даже в плане строительства они не заимствуют античных храмовых форм, а берут за основу своих храмовых зданий, собственно, пример совершенно светского строения, базилики, то есть дома царского, ну или как бы мы сейчас бы сказали, ну скажем так, некоего помещения административного характера. Всего-навсего. То есть никаким сакральным статусом оно, в общем-то, само по себе не обладает. Вот с литургией мы наблюдаем несколько иную логику. Термин и внутри античности обладает определенным, в том числе, религиозным звучанием и смыслом, но внутри христианской культуры он, конечно, получит это значение безусловно. То есть вот эта относительная религиозная значимость внутриантичной традиции в христианском словаре будет выведена на максимум самым однозначным способом. Соответственно, общим делом литургия именуется совершенно не случайно. Здесь мы и подходим к этой самой идее церкви как таинства общения. Во всей последующей логике развития таинства мы увидим, что на самом деле литургия является действием, невозможным в одиночку. Ну то есть, например, в православной традиции никогда не было принято, при каких бы то ни было обстоятельствах, служить литургию, например, священнику или епископу одному, совершенно без прихожан или хотя бы хора, или хоть кого бы то ни было. Потому что одна из главных задач литургии – объединять. Объединять верующих в рамках молитвы и причастия с Христом и их молящихся и причащающихся через Христа объединять друг с другом. То есть, это общее дело во всех смыслах этого слова. То есть, литургия дает общение, целостность, как в вертикальном, так и в горизонтальном смыслах. Объединяет как с Богом, так и друг с другом. Вторым важным термином будет для нас являться термин «евхаристия» или «благодарение». В самом общем смысле часто «евхаристия» и «литургия» используются как абсолютно взаимозаменяемые термины. В принципе, так можно поступить. Более узко «евхаристию» используют как термин, обозначающий одну из частей литургии и самую главную, ее часть. Мы будем впоследствии говорить с вами о том, что концептуально всякая литургия делится на две части, на два блока. Это литургия оглашенных, или, например, внутри другой традиции она получает наименование «литургия слова» по той простой причине, что, соответственно, во-первых, за ней могут молиться абсолютно все люди, как являющиеся членами церкви, так и не являющиеся ими, а, например, только готовящиеся к этому, то есть оглашенные. И, соответственно, ее характерной деталью является поучительность, дидактичность. То есть в это время звучат чтения из священного писания и обязательно звучит проповедь определенного рода научения. Это первая часть. Вторая, собственно, основная часть богослужения получает название «литургия верных», то есть за ней молятся, в общем-то, уже по всей логике только те члены церкви, которые будут и, точнее, могут и будут и хотят причащаться в завершении этой части. И вот обычно ее-то в том числе и называют Евхаристией, потому что здесь уже нет никакой вот такой обычной развернутой дидактики. Здесь вся молитва сконцентрирована на теме благодарения Бога, которое приносит ему вот эта община от лица всего космоса, от лица всего творения. То есть сам мир в лице этих верных благодарит Бога за его щедроты, за его неизреченные дары, самыми главными из которых, самым щедрым даром которых является, конечно, преподание Богом самого себя внутри и в рамках творения. То есть в рамках Евхаристии хлеб и вино, предлагаемые людьми, станут телом и кровью Христовыми. То есть через них и в рамках них вот это присутствие Божие в мире будет явлено самым очевидным способом. Итак, мы можем сказать, что с одной стороны Евхаристия это практически абсолютный аналог и вполне взаимозаменяемый термин со словом литургия. С другой стороны мы имеем в виду, что здесь все-таки подчеркивается вот этот благодарственный характер таинства таинств. И таким термином, как правило, мы можем называть вот эту вторую и главную часть всякой литургии, литургию верных. Говоря о Евхаристии, мы с вами уже обратили внимание на тело и кровь Христовы, на то, что в рамках этого таинства хлеб и вино станут телом и кровью. Что значит «станут»? Вот здесь православная традиция использует термин «приложение». Например, традиция западная, как правило, апеллирует к термину «присуществление». Сейчас, наверное, у нас совершенно не стоит задачи четко как-то маркировать разницу между двумя этими терминами. Скажем только о том, что термин «приложение» кажется более корректным ввиду своей меньшей механистичности. Он обозначает, что хлеб и вино изменятся в рамках совершения литургии, но не обозначает, что в них произойдут сущностные изменения, то есть, что они до этого были хлебом и вином, а потом перестали. Нет, мы совершенно четко видим и наблюдаем, что хлеб и вино Евхаристии, собственно, сохраняют все свои самые обыденные физические свойства, что до совершения таинства, что после. Поэтому то, что с ними происходит, и корректнее назвать «приложением». То есть, они изменяются и, не переставая быть тем, чем они являлись, становятся параллельно и чем-то принципиально большим. Собственно, подобного рода тайну мы видим в самом примере Господа Иисуса Христа, который, будучи привечным Словом Божьим и второй ипостасью Троицы, при всем при этом является совершенным человеком во всем подобным нам, кроме греха. То есть, его природа человеческая совершенно такая же, как у нас с вами, не отлично ничем. Например, ему характерны все естественные страсти. То есть, он устает, чувствует боль, он хочет есть, и, в общем-то, все обыденное физиологичное в его природе мы наблюдаем. «При всем при том, грех он не причастен». Вот подобным же образом мы можем говорить и о тех изменениях, которые происходят в том, что можно назвать веществом таинства, то есть, в хлебе и вине. Они и будут хлебом и вином, но и станут телом и кровью, не образом, не видом, не напоминанием, а истинным телом Христовым и истинной, причистой кровью Христовой. При этом любопытный момент. Мы можем обратить внимание, что в подобного рода логике существуют, ведь вообще-то, все таинства церкви. Бог имеет благоволение являть себя в бытии мира, в самых простых и обыденных вещах. Хлеб и вино – не что-то экстраординарное. Будучи съеденными, они просто станут частью нас, как бы войдут в часть нашей природы. Чем-то экстраординарным не является вода. Руки человеческие, возлагаемые на, например, чью-то главу в рамках исповеди или рукоположения, тоже являются обычными людьми, обычных и, кроме всего прочего, вполне себе грешных людей. Оливковое масло, которое используется в соборовании. В этом есть тоже своя определенного рода тайна. Все эти вещи, с одной стороны, просты и обыденны. С другой стороны, в этой простоте раскрывается величие действия Божия. Об этом мы поговорим с вами чуть позже. Ну и, наверное, последним из терминов, к которому нам с вами нужно обратиться, будет, собственно, сам термин причастие. То есть то, чего мы ищем, чего мы жаждем получить в рамках литургии, в рамках, собственно, Таинства Евхаристии. Причастие, в общем-то, на греческом представлено двумя терминами. Это либо кинония, то есть общение, либо металлепсис, то есть, собственно, приобщение, принятие. Мне кажется, термин, которым мы пользуемся внутри нашей славянской традиции, теперь мы можем сказать, что, наверное, даже и внутри русского языка, потому что из церковнославянского причастие в русский перешло совершенно неповрежденным, является, наверное, одним из самых ярких, ёмких и корректных. И ему больше, конечно, смыслово будут соответствовать кинония, то есть как общение. Потому что мы уже сказали с вами, что тайна церкви, раскрываемая внутри литургии, есть тайна общения. И осуществляется оно в рамках принятия этого дара, принятия дара тела и крови. При этом термин «причастие», как бы внутри, собственно, корня и его смыслов, обозначает ведь ничто иное, как часть от целого. Мы причащаемся, принимаем эту часть. Интересно, что на самом деле действует оно в обе стороны. То есть не только мы принимаем часть предлагаемого нам тела и крови Христовых, но через это принятие и сами приобщаемся к жизни Христа, становимся частью Его тела и крови. То есть Он входит в нашу жизнь через действие этого таинства, но и мы становимся частью жизни Его в действии этого же таинства. При этом смысл общения, здесь, конечно, как наше общение с Христом и через Христа со всей Троицы, так и наше общение друг с другом. Потому что, причащаясь одного и того же тела Христова, мы, собственно, и становимся частями этого самого тела, органами, как можно было бы сказать, следуя за логикой апостола Павла. Все мы такие разные, неоднозначные, столь отличные друг от друга, на самом деле не унифицируемся этим причастием. То есть нас, наверное, нельзя назвать условно клетками тела Христова, а скорее органами, каждый из которых имеет свой функционал, свое особенное уникальное служение, но каждый из которых в своей уникальности и единичности останется праздным. Сердце не имеет смысла нигде, кроме как в том организме, в котором оно должно пребывать. Очи сами по себе исключительно важный орган, но нужны они только в совокупности целого и здравого всего организма. И так можно сказать про какой угодно любой орган. Он хорош, цел, нужен и важен, только внутри такого же хорошего, нужного, целого и важного организма. Поэтому как раз причастие как взаимообщение, как вот та самая горизонтальная связь, о которой мы с вами сказали, это на самом деле одно из важнейших значений данного понятия. Итак, у нас было с вами много определений, больше мы к ним постараемся не возвращаться, но это был, очевидно, необходимый материал. Без него дальше в рамках курса двигаться мы, конечно, не можем. Теперь, собственно, перейдем к вопросу, связанному с библейскими предпосылками. Что здесь мы имеем в виду? Конечно, основной, очевидной и самой однозначной предпосылкой к литургии, которую будет совершать церковь, является тайная вечеря. Собственно, даже можно сказать, что тайная вечеря, совершаемая Христом накануне своих крестных страданий, это и есть та самая первая литургия, к которой будет возвращаться каждое последующее совершаемое таинство. Христос даже и скажет о том, что это творите в мое воспоминание, имея в виду в том числе и этот конкретный вечер. Но кроме тайной вечери, которой отдельно мы посвятим наше следующее занятие, внутри библейского текста достаточно много фрагментов, которые указывают нам на важные и знаковые смыслы, которые будут раскрыты в, собственно, евхаристическом богослужении церкви. Во-первых, это общие темы хлеба и вина. Ну и, конечно, говоря о хлебе, первый же фрагмент, который точно мы должны вспомнить, это фрагмент, связанный с дарованием Манны. Итак, 16 глава книги Исход. Обратимся к тексту. «И двинулись из Элима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Элимом и между Синаем, в пятнадцатый день второго месяца по выходе их из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы, «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». И сказал Господь Моисею, «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых, «Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа, а мы что такое, что ропщите на нас?» И далее. «Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как ини на земле. И увидели сына Израилева и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Вот что поверил Господь. Собирайте его каждый по стольку, сколько ему съесть. По гамору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре собирайте. И сделали так, сыны Израилевы, и собрали, кто много, кто мало. И мерили гамором. И у того, кто собрал много, не было лишнего. И у того, кто собрал мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. И сказал им Моисей, «Никто не оставляй сего до утра». Повторяюсь, это 16 глава книги Исход. «Манхоу» спрашивают друг друга израилетяне, увидев с утра после росы на земле нечто мелкое, круповидное. Так и рождается, собственно, термин «манна». То есть он обозначает, что это. Здесь мы обращаемся к фрагменту, связанному с дарованием небесного хлеба по той простой причине, что, во-первых, именно с этим прецедентом сравнивает Христос себя и свое служение в евангельской истории. В Евангелии Теанна мы видим фрагмент, когда Христос в пустыне от пяти хлебов питает пять тысяч человек. С одной стороны, чисто формально, это не абсолютно соотносящиеся друг с другом события, потому что здесь манна является как бы из ниоткуда, в то время как Христос все-таки преломляет конкретные когда-то кем-то в сегодняшнее утро приготовленные и выпеченные хлебы. Но принципиально мы, конечно, понимаем, что как первый, так и второй случай это абсолютное чудо Господне по той простой причине, что за гранью, скажем так, обыденности и стандартной физики находится и одно, и другое. Если еще даже перепела, налетевшие на стан, могут быть объяснены каким-нибудь очень таким абстрактным, условным, природным явлением, то ежедневное высеивание манны утром, конечно, это прямое действие воли Божьей и благодати Божьей. Христос говорит о себе как о хлебе, сошедшем с небес. Более того, говорит он о себе в этих категориях самым радикальным образом, не сравнивая себя с такого рода хлебом, а прямо говоря, я и есть хлеб, сошедший с небес. Более того, скажет он, после, собственно, как раз чудо умножения хлебов, отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Тот, кто ест мое тело и пьет мою кровь, не умрет никогда, не увидит смерти вовеки. Мы сейчас обратимся с вами к этому отрывку более подробно, но пока просто обращаем внимание на эту смысловую взаимосвязь ввиду нашего обращения к теме манны как таковой. Мы видим, во-первых, и главных, эту связь даже через саму пасхальную тему, то есть связь Пасхи Ветхозаветной и Новозаветной. Конечно, она проходит, во-первых, и главных, через саму фигуру Христа как нового Агнца, то есть, собственно, свободу дарует Бог своему народу от рабства египетского кровью ягненка, которой помазываются косяки дверей, а ягненок вкушается в пищу, свободу уже Новому Израилю, то есть, всей церкви, собранной от всех народов земли, дарует Бог теперь уже не от фараона египетского, но от смерти и тления через нового Агнца, который также заколот, кровь которого также пролита, и который также и теперь уже сам себя преподает в пищу. То есть, Пасха Ветхозаветная это выход из рабства в свободу, и Пасха Новозаветная точно такой же выход. Но манна возникает у нас ведь на этапе не собственно пасхальной ночи, а позже, когда, скажем так, сообщество сынов Израилевых уже получило, может быть, микроскопический, но все-таки какой-то понятный и осязаемый опыт свободы. И вот перед ними встает первый вопрос, который мы могли бы сейчас задать как противопоставление между свободой и стабильностью. Потому что именно о стабильности собственно тоскуют израилетяне в данном фрагменте. Они говорят, да, к глубокому сожалению, конечно, некоторые из нас умирали в египетском рабстве, но ведь не все. А с другой стороны, в целом мы четко знали, что мы будем есть и сегодня вечером, и завтра утром. Так нужна ли нам эта свобода с Богом, внутри которой подобного рода уверенности мы не имеем ни в какой день? Вот и главная претензия. То есть сообщество Израилева вкусило первых плодов свободы, и они оказались относительно горьки. Бог питает народ манной для того, чтобы вот эту собственно уверенность в завтра ему преподать. Причем уверенность большую, чем ту, которую давал фараон. Потому что в свободе Божьей и умирать никто не будет, и всякому найдется пропитание на завтрашний день, о котором заботится сам он, сам жизнеподатель, сам Господь. Точно так же происходит и в истории церкви. Христос устанавливает таинство Евхаристии на моменте, когда, как мы уже говорили, стоит на самой границе временной своих крестных страданий. То есть пройдет совсем немного времени, и из зримой истории церкви он, как кажется, уйдет. Произойдут крест, воскресение, а потом вознесение, и Христос возносится к престолу Отца Небесного. Он, конечно, скажет ученикам, что отныне я с вами во все дни до скончания века. Аминь. И обетование Христово не приложно. Но одно дело, что мы имеем его в виду и держимся за него, а другое дело, что, конечно, наша вера колеблется, время от времени ослабевает, ей нужно какое-то постоянное подкрепление, как, собственно, в случае с Израилем и Манной. Вот поэтому перед своим отшествием из мира видимого Христос и преподает такое таинство в укреплении своей общине, в укреплении своих учеников, сам же при этом являясь вот этой самой Манной преподаваемой. Важный момент, что также с одним из ветхозаветных фрагментов и тоже связанным с событиями Исхода мы можем припомнить некрупный блок из книги Второзакония, который вы наверняка узнаете и по другому контексту. Вспомни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли ты хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, и питал тебя манную, который не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Это, собственно, у нас с вами книга Второзакония, восьмая глава. Этот фрагмент, точнее, как минимум, его конечную фразу, вы точно слышали, и слышали ее внутри евангельской истории, на этапе, когда Христос претерпевает искушение от дьявола в пустыне. Момент, когда по прошествии сорокадневного поста все возможные физические силы Христа однозначно истощились. В этот момент к нему приступает дьявол с предложением «Скажи, чтобы эти камни стали хлебом». И Христос отвечает «Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Часто этот фрагмент впоследствии, именно его евангельскую часть, мы интерпретируем очень спиритуалистично, очень духовно, про то, что хлеб не важен, важно следование Слову Божию. Нужно заметить, что оригинальный контекст несколько иной. К какому примеру апеллирует Христос? О чем он говорит? Не о том, что хлеб не важен вообще, по той простой причине, что выйдя из пустыни, он будет укреплять себе пищу. Он говорит о том, что подателем всего является Бог, и во-первых, с Ним нужно искать общение и единство, а уже внутри этого общения и единства будет обретено и все остальное нужно и потребное. Об этом Христос потом скажет своим ученикам про то, что Отец ваш Небесный прежде вашего прошения знает то, что вам нужно подать. И более того, скажет и в примере молитвы, что не стыдно просить о хлебе насущном. Здесь мы имеем в виду молитву Отче Наш. Таким образом, с одной стороны, конечно, не хлебом едино живет человек, но с другой стороны, хлеб для жизни человеческой Богом подается. Об этом второзаконие. Что с одной стороны, ты был смирен голодом в пустыне, но с другой стороны, не был забыт Богом, и тебе было дано все необходимое к твоему пропитанию. Вот ту же самую логику мы соотносим и с таинством Евхаристии и увидим, как она в нем будет раскрыта. Тоже важный момент, что и про слово, про то, что словом человек живет, мы не можем не заметить, что даже в этом плане Господь ведь чужд всякого спиритуализма, потому что очень, можно сказать так, платоновски бы звучало, что вот это переживание о хлебе неважно, а переживание о высших смыслах, о логосах важно, и преподаются они где-то там на глубине сердечной, но мы видим, что своему народу Бог все преподает в понятных и вместимых формах. То же самое слово, которым живет человек, преподается ведь не как некий глубоко внутрисердечный опыт, существующий только где-то там, на глубинах субъективного. Слово Божие тоже преподается нам понятным способом, преподается нам в словах, в текстах. Его можно как хлеб преломлять и использовать, то есть оно способно на самом простом уровне взять и войти в нашу жизнь. Вот то же самое и с преподаваемым от Бога хлебом. Он точно так же преломляясь входит в нас и питая нас и единство с Богом нам дарует. Безусловно, нам важно поговорить с вами не только о теме хлеба, но и о теме вина- крови. С кровью ветхозаветный культ связан значительно плотней. С одной стороны, кстати, нужно заметить, что в целом бескровная жертва для ветхого завета в принципе тоже характерно. Мы видим в установлениях пятикнижия, что хотя основным типом жертвоприношения является приношение животного, оно тоже может быть градируемо, это может быть абсолютное всесожжение, это может быть какая-то, например, мирная жертва, большая часть из которой будет отдана обратно тому, кто ее приносил, и он будет устраивать праздник в честь какого-то важного события перед лицом Божьим, но существует и вариант жертв бескровных. Во-первых, это регулярная жертва хлебов, которая осуществляется еженедельно на стол, находящийся внутри храмового пространства, уже где-то непосредственно вблизи той завесы, которая огораживает святая святых от общего храмового пространства, будет поставляться стол с хлебами предложения. Это 12 опресноков по числу 12 колен израилевых. Это великая святыня, это хлеба, которые предлагаются Богу еженедельно как знак верности народа заветам, которые были заключены с ним, и как великая святыня, они могут быть съедены по завершении этой недели только священникам. Замечу, что в качестве примера того, что человек выше любой законной нормы, Христос приведет пример Давида, который еще до того, как стал царем, а только был еще тайно помазан Саулом на царство и был вынужден бежать от преследований собственно царя предшествующего, приходит к первосвященнику и просит от него помощи, и именно вот эти хлебопредложения на этом этапе еще не из храма, а из скинии собрания получит себе в помощь, просто в качестве ремарки. Так вот, кроме этих хлебов также существовал и вариант жертвы, которая осуществлялась, например, с помощью муки, в нее добавлялось масло растительное, в нее добавлялась соль, это тоже все возлагалось на жертвенник. То есть, в принципе, бескровные жертвы, хотя и не были основными для ветхозаветного культа, но все-таки существовали. Но основным типом жертвы является жертва животного, то есть жертва через пролитие крови. Кровь это то, что с точки зрения ветхого завета всецело принадлежит Богу. По той простой причине, и об этом говорит нам начало книги бытия, что нефеш, собственно, душа животного, заключена в его крови. И, соответственно, хозяином жизни, хозяином души, является только Бог и никто более. Поэтому Ветхий Завет крайне внимательно относится к тому, чтобы животное, что используемое в культе, что просто употребляемые в пищу должны быть освобождены от крови. Кровь сливается в землю. Она должна уйти к Богу, который дал ее. Соответственно, эта кровь используется и в ритуальных целях. Собственно, например, ею освещаются какие-то предметы в рамках храмового культа, например, тот же самый жертвенник может ей кропиться, и кровь используется в рамках одного из значимейших и уникальнейших ритуалов. Об этом нам скажет книга Левит в своей 16 главе. И принесет Аарон Тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой. И возьмет двух козлов и поставит их перед лицом Господнем у входа с кинии собрания. И бросит Аарон об обоих козлах жребий. Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого перед Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения, и чтобы он понес на себе их беззаконие в землю непроходимую. И приведет Аарон Тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой и заколет Тельца в жертву за грех за себя. И возьмет горящих угольев полную кодильницу жертвенника, который перед лицом Господним, и благовонного мелкоисточенного курения полной горсти и внесет за завесу. И положит курение на огонь перед лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть, и возьмет крови Тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и перед крышкой семь раз покропит кровью с перста своего. Перед нами описание Йом-Кипур, дня очищения, дня прощения грехов, праздника, до сих пор являющегося одним из самых знаковых дней в календаре иудаизма. Это день покаяния, день, когда община верующих молится о прощении, о изглаживании грехов, которые накопила она в лице каждого конкретного из своих членов за прошедший год. Вот именно отсюда рождается это выражение «козел отпущения», когда два животных в общем-то приносятся в этот день в жертву, одно в прямом смысле слова, просто закалываясь, другое же символически принимая на себя через возложение руки первосвященника грехи Израиля и унося их в пустыню. В пустыню, как кроме всего прочего, место, где по самому общенародному поверью обитает дьявол как противник жизни, то есть в безжизненном месте находится он. Таким образом, Израиль как бы отдает грехи обратно тому, кто наставлял в них его весь год. Но кроме этого обряда важнейшим действием, вот тем самым уникальным единожды в году совершаемым вхождением внутрь святая святых, первосвященник обновит с призыванием истинного имени Божия отношение между Израилем и Богом, отношение завета. Кровью жертвы он будет кропить крышку ковчега, тем самым указывая, что и в этом году Израиль верен, Израиль помнит и Израиль соблюдает свою часть завета. То есть, вот этот день прощения, день очищения через жертву и имя Божие в самом сокровенном месте израильского культа, святая святых. Мы не можем не заметить здесь параллель с служением Христовым. Апостол Павел в послании к евреям будет говорить, что единожды в году первосвященник входил вот в это святая святых с жертвой во-первых о себе, вот мы читали, да, он принесет тельца в жертву за себя и за свои грехи, а потом мы с жертвой о людском невежестве, да, то есть о тех грехах, которые вот по неведению, забвению, какой-то нерадивости совершал Израиль. И это нужно делать регулярно, да, то есть возобновлять и возобновлять эти отношения завета. Но апостол скажет, что с Христом не так. Ему, во-первых, не нужно самому приносить никаких жертв о грехах своих. Он первосвященник, свободный от греха. А с другой стороны, Он Сам и приносящий, и приносимый, и принимающий, и раздаваемый. Эту фразу мы потом увидим с вами в рамках литургического священодействия. То есть Христос внутри этой тайны является всеми ее частями, всеми аспектами, всеми акторами и участниками. Он тот, кто приносится в жертву. Он тот, кто приносит эту жертву. И Он тот, кому приносится эта жертва. Это удивительная тайна. Мы поговорим об этом с вами подробнее. Здесь я просто хочу ее обозначить, что параллель между событиями Йом Кипур и уникальной жертвой Христовой, которой нам отверзаются небеса и жизнь с избытком совершенно однозначно. И видит ее, во-первых, и главных апостол Павел. Вот поэтому Христос преподает нам как хлеб тела, так и вино крови. Приобщает нас к жизни как таковой. Мы только что сказали, что в крови жизнь и кровь принадлежит только Богу. Здесь Бог хочет приобщить нас к этому источнику, к жизни себя самого. И преподает нам это приобщение. Ну и последним фрагментом, который подытожил бы вот все наше сегодняшнее обращение к библейскому материалу будет фрагмент Евангелия от Иоанна, собственно, из шестой главы, которую мы уже упоминали в контексте этой связи между хлебом тела Христова и ветхозаветной манной. То есть, как, собственно, Христос расшифровывает этот образ. Я рекомендовал бы вам обратиться здесь к этому фрагменту объемней, то есть, это шестая глава, собственно, с 32-го стиха. Мы процитируем его лаконичней с стиха, собственно, 47-го. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную, и я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье, и едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и я в Нем. В некотором смысле это квинтэссенция всего учения Христова о хлебе и вине о теле и крови, и более того, это на самом деле даже и прекрасная расшифровка всех тех образов, к которым мы обратимся в том числе и в нашей следующей лекции, посвященной собственно Тайной Вечери. С одной стороны, уже мы видим здесь тезис про соотнесенность Христа и Манны, что он больше, чем тогдашнее излияние вот этой благодати Божьей. С другой стороны, тезис звучащий здесь и предельно радикальнее отцы ваши ели Манну в пустыне и умерли. Но ведь и мы с вами, причащаясь тела и крови Христовых, при всем при том, тоже не остаемся чужды тайне смерти. Всякий из нас встретится с ней рано или поздно. В чем же смысл этого противопоставления этих слов Христовых? Идея пищи – идея укрепления в жизни. Мы едим для того, чтобы продолжать жить. Манна в этом смысле не отличалась от пищи концептуально все равно ничем. Пусть она была дарована неким экстраординарным способом, но была призвана точно к тому же продолжать длить в нас жизнь. Христос же говорит здесь, что жизнь преподаваемая им есть жизнь в некоем качественно ином смысле. Он же сравнивает себя, например, здесь с хлебом, а есть случаи, когда он сравнивает себя с водой, как, например, в беседе с Самарянкою. Он говорит, что он имеет источник живой воды. Он потом это скажет собственно и во дворе Иерусалимского храма, озвучит этот же самый тезис. И тоже, кстати, соотнесет себя с случаем благодеяния, которое также собственно в период его пребывания в пустыне, когда Израиль пришел в Меру, и там собственно источник был горек, и молитву Моисея Господь сделал эту воду сладкой и пригодной для питья. Или же когда они приходили на свою дневную остановку, и источника не было никакого, и тогда источник бил собственно из скалы также по обращению пророка Господня. В этом смысле Христос больше, чем та вода, и больше, чем эта манна. И хотя мы входим с вами в тайну смерти, тем не менее, но здесь Христос уточняет, едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. То есть, с одной стороны, он указывает, что иметь его жизнь не значит не приобщиться тайне смерти как таковой по той простой причине, что он и сам входит в тайну смерти. Приходя избавить человечество от смерти, он не убирает и как-то обнуляет, нейтрализует смерть. Нет, он сам, во-первых, и главных, как любой другой же человек, входит внутрь этой тайны и изнутри разрушает смерть, и изнутри опустошает ад, в ад сходя. То же самое он обещает и своим последователям, что с одной стороны, да, смерть коснется каждого из них, но каждый из них, благодаря Христу, окажется больше, чем эта смерть, и сильнее ее, и в конечном итоге с Христом вместе победит. В этом, собственно, одно из главных значений «Таинство, таинств Божественной Литургии», о котором будем говорить с вами на протяжении наших следующих лекций. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. «Таинство» «Таинства» «Таинство» «Таинство» Продолжение следует...